Мазазавры, ну, значит, тоже самое крупное морское присмыкающееся. Вот к концу эпохи динозавров, к концу мезозои самые большие были. Самый большой летающий, а вот этот самый большой плавающий, мазазаврус Гоффмани, 17 метров длиной был. То есть, короче, что там, 10 длины человека огромнейшая, блин, хреновина плавающая. Огромное количество позвонков, что-то там только в хвосте, у него 54 позвонка, и так всего 150 позвонков, что-то, или больше было даже. Вот, ну, значит, у них на хвосте были хвостовые плавники, и, в принципе, они плавали примерно вот как тунец современный, то есть, он хвостом двигал и очень хорошо, значит, ориентировался. Мощный череп, частично утраченная подвижность между костями, однако в зависимости от вида у них подвижность была разная, и челюсти разные у них находят. Ну, в основном, вот самые крупные, у них были высокие широкие челюсти, зубы, то есть, они дробили кости прямо во рту, разбивали кости других животных, которых они ловили. Это все хищники-мазазавры, это крупный морской хищник того времени. Вот. У него было сравнительно слабое бинокулярное зрение, но глаза направлены были в бок, глазницы большие, то есть, он видел по бокам. Вот у нас бинокулярное зрение, мы видим мир целостный, потому что у нас два глаза пересекаются, а мозг потом суммирует эту информацию. Так вот, у него два глаза не пересекались, а у него по бокам были. Там, не знаю, как видит такое существо. Вот так, круче, он видел либо направо, либо налево. Но видел он хорошо. То есть, он видел направо и налево одновременно, и эти области у него не перекрывались. В основном, именно за счет зрения он охотился, у него неразвитое было обоняние, и по запаху он ничего находить не мог. В связи с этим, он точно не падалью и питался, потому что падаль по запаху находит, а он именно плыл в море, глазами смотрел по бокам и ел все, что вокруг плавало. Кроме того, мозазавры имели быстрый обмен веществ, и были теплокровными. Вот поздние динозавры, многие были теплокровными. Современные рептилии, там всякие, они хладнокровные. Вот, а эти, значит, у нас теплокровные были. Их довольно много видов, поэтому размеры на самом деле разные. То есть, там есть небольшие, порядка 5 метров, и есть большие, вот 16-17 метров. То есть, много их разновидностей было. Более того, один и тот же вид может быть разных размеров. Видимо, молодое животное, старое и так далее. Но вот самый известный это мезозавр Гоффмана. Относительно него, что говорят, что он обитает в открытом океане. В основном он охотился на крупную или хорошо защищенную добычу. У него хорошие зубы были, которые резали и давили, и массивные челюстные мышцы, которые обеспечивали большую силу укуса. Скорее всего, они расчленяли жертву на множество кусков перед употреблением. То есть, он хватал, резал зубами, очень острые зубы, пополам на куски, а потом кусками уже ел. То есть, он не мог заглатывать крупных кусков, ему нужно было разрезать. Значит, питались они другими морскими рептилиями. То есть, в море были крупные рептилии, и вот мезозавр на всех на них охотился. То есть, в особенности черепахи уже были. Вот черепахами он активно питался. Плезиозавры, о которых я ранее говорил, они тоже были. Вот мезозавры их ели. Короче, они были на самой вершине пищевой пирамиды. Все там море кого-то ели, а мезозавр ел уже вообще всех. Предполагают, что молодые мезозавры могли, в принципе, есть и рыбу. Для взрослых рыба явно мелкая. Но вот он 17 метров, а рыба что? Вы можете себе представить. То есть, рыба для него просто не еда была. А вот маленькие могли есть рыбу. И даже нашли желудок у молодого маленького мезозавра, и там нашли в желудке у него рыбу. То есть, даже доказано. Считается, что они были очень агрессивные и постоянно дрались друг с другом. Также обнаружили, что даже в молодом возрасте они атаковали животных, которые больше их были по размерам. На костях у них постоянно всякие переломы, разрезы. То есть, они активно дрались друг с другом и, скорее всего, так же и ели друг друга. У них был каннибализм. То есть, очень злое такое. Даже друг друга едят. И могли на крупных, на любых животных тоже в море атаковать. Ну, механизм еще кормления у них установлен. То есть, он нижней челюстью двигал вперед. И поэтому у него был особенно сильный укус. Режущие поверхности зубов практически он распиливал. То есть, вот он нижней челюстью как бы пилил, когда ел. Вот это еще установили. У него была такая челюсть пила. Ну, в целом, да, это, в общем-то, крокодил. Крокодилы же ближайшие родственники нинозавров, которые уцелели. Мазазавры были очень распространены по всей земле. Поэтому их нашли еще в 18 веке. Одна из первых находок была на реке Маас в Нидерландах. Поэтому называется мазазавр. Эту находку, когда во время французской революции в 1994 году Франция Нидерланды завоевала, о чем я рассказывал в курсе истории, они ее вывезли во Францию в качестве военного трофея и объявили национальным достоянием. И уже потом, позднее исследовали ее французские ученые в 19 веке. Назвали ее мазазавром. Мазазавра Гоффмани, потому что открыл ее Гоффман. Армейский врач Гоффман открыл его, поэтому он называется мазазаврус Гоффмани. Ну и окончательно 1829 год его так назвали, установили, что это гигантское вымершее животное. То есть в начале 19 века уже во Франции установили, что да, вот это такое было животное, везде жило. Потом в течение 19 века открывали их повсеместно в Бельгии, открыли в США, начались исследования динозавров, и уже 1830-е годы первых мазазавров в США тоже открывают в больших количествах. В России, в Пензе 1927 год открыли тоже мазазавру, причем гигантского имена этого Гоффмана. В церквях причем говорили, что это животное, которое не вошло вновь в ковчег во время потопа. Но таких, наверное, много было. Любой динозавр, конечно, в ковчег не влезет. Ну, в общем, продолжаю их открывать до сих пор. Причем вот там Мастрихт, где их первоначально открыли недавно, в 2012 год открыли новых этих мазазавров. В Италии в 2013 год опять открыли мазазавра Гоффмана. В Техасе в 2022 год опять открыли мазазавра. То есть продолжаются их открытия, их точно явно много-много было. При разработке всяких там месторождений внезапно какой-то череп огромного животного выпадает, и часто это именно мазазавр, это было типичное животное морей. Помимо этого мазазавра Гоффмана, который самый крупный, кстати, русский самый крупный, вот 17 метров, самый большой в Пензе жил. Там, видимо, море было большое. Вот, еще есть, значит, Миссурийский, Лимониерский, Бельгийский, там, Марокканский, Мазазаврус Кондрии, это североамериканский, то есть очень много видов, и даже многие виды, как обычно, спорные, то есть непонятно, то ли это отдельный вид, может это разновидность там, или может это детеныш, и так далее. В Африке есть, в Италии, в Антарктиде открывают мазазавров, в Японии, в Казахстане, между прочим, открыли тоже мазазавра, и даже на казахских марках он есть, и там, в общем, пропагандируют это. Тургайский бассейн в Казахстане открыли мазазавр. Но дело в том, что когда я рассказывал вот про меловой период вообще, я говорил, что было много мелких морей. Был парниковый эффект, высокая доза углекислоты в атмосфере, ледники растаяли, там, где ледники сейчас, там были леса широколиственные. А Казахстан затопило поэтому, но затопило так мелко. Однако вот в этом мелком море так же вот и мазазавр этот самый плавал. Море было где-то вообще от Пекина до Венгрии, вот в те времена. В принципе, я карты уже показывал, когда про мазазой рассказывал. Вот мазазавры плескались на территории Казахстана, и даже в огромных количествах. Есть их классификации, то есть выделяют отдельные роды. То есть мазазаурины это вообще, что, по-моему, семейство это даже, да? Короче, причем эти классификации все время пересматриваются, потому что новые находки, так что, как бы, тоже верить особенно не надо. Их там переносят все время из одного вида в другой, из одного рода в другой и так далее. То есть пока что проблемы сложные, хотя находок как раз мазазавра очень много. В существовании этих животных можно быть полностью уверенным, они везде встречаются. Так как это такая типичная фича позднего мазазоя, мазазавры часто встречаются в компьютерных играх про эпоху динозавров. Естественно, в фильмах «Мир юрского периода» тоже мазазавры, хотя в юрском периоде его мало было, в основном это все-таки мелового периода животные. Сериал – это историческая планета, мазазавры есть. В общем, когда про эпоху динозавров, то обычно, да, показывают этого, блин, птеродактиля. Кексакатлев обычно и мазазавры – это самые типичные и самые большие животные того времени.